Требования к современному образованию и социальный заказ общества ставят дошкольные учреждения перед необходимостью работать не только в режиме функционирования, но и развития. Наш коллектив детского сада не стоит на месте. Мы, как и прежде, находимся в постоянном творческом поиске, нацелены на все новое и передовое в педагогической науке и практике. Главная наша задача – сделать детский сад домом тепла, уюта, радости и развития для дошкольников. 2015-2016 учебный год стал плодотворным и успешным в работе коллектива Мыскаменского детского сада. Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования в нашем детском саду является установление прочных связей с социумом, развитие социальных связей детского сада с культурными центрами, дает дополнительный импульс для духовного, нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Мыскаменский детский сад тесно сотрудничает со спортивным комплексом Заполярный, с Мыскаменским отделением Ямальской детской музыкальной школой, Ямальским центром внешкольной работы, Мыскаменской школой-интернат, пожарной частью села Мыскаменный, индивидуальным предпринимателем Алешиной Людмилой Петровсовной. В рамках сотрудничества в учебном году было проведено много интересных воспитательных мероприятий, с Ямальской детской музыкальной школой, день дошкольного работника, день народного единства, концерт для малышей, со спортивным комплексом Заполярный, юбилейные старты, спортивный день, с пожарной частью познавательная экскурсия, с Ямальским центром внешкольной работы, осенние посиделки, сказки у свечи, а также реализуется авторская программа Самарской Натальи Геннадьевны «Дом сказки». Очень приятно, что во всех мероприятиях участвовали воспитанники Мыскаменского детского сада 2013-2014-2015 годов. Все мероприятия и экскурсии отличались хорошей организаторской, плодотворной подготовкой и творческим подходом педагогов к составлению сценария. Благодаря такому совместному участию в обучении и воспитании наши воспитанники более адаптированы к социуму. Мы стремимся повышать эффективность воспитательно-образовательного процесса, не только создавая уют в помещениях детского сада, используя современные технологии и подходы к воспитанию, но прежде всего с помощью внимательного и заботливого отношения наших педагогов к детям. Все педагоги – квалифицированные специалисты, мастера своего дела, имеющие высшее и среднее специальное образование, постоянно повышающие профессиональный уровень. Материалы своего опыта работы, статьи о деятельности детского сада регулярно публикуют в газетах и журналах «Время Ямала», «Вести образования», «Дошкольная педагогика», на страницах интернет, сайтов департамента образования «Первое сентября» и других. Под руководством наших педагогов воспитанники постоянно являются призерами районных, окружных, всероссийских конкурсов. Сегодня образованность человека определяется не только специальными знаниями, но его разносторонним развитием как личности. Детский сад – это дом, созданный для ребенка, в котором он может заняться новыми, интересными делами. Так как детский сад является первой ступенькой общей системы образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка, большое значение для развития дошкольников имеет организация системы дополнительного образования, которая будет способна обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей, навыки адаптации к современному обществу. На базе нашего образовательного учреждения ведется реализация программ дополнительного образования различных направлений – научно-технического, программа информатизации с пяти лет. В сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением вычислительной техники. Поэтому заранее необходимо готовить ребенка к предстоящему взаимодействию с информационными технологиями и подтверждает, что знакомство с новыми компьютерными технологиями дошкольном возрасте считается оправданным. Социально-коммуникативного направления. Программа – дом, в котором живет уважение. Основной целью программы является формирование у младших дошкольников навыков толерантных взаимоотношений. Программа ориентирована на формирование толерантности как личностного качества на основе их группового взаимодействия. Именно в ходе деятельностного взаимодействия детей, осуществляемого во время занятий, происходит естественное усвоение ими основ формирования навыков толерантных взаимоотношений, как эффективной формы поведения в обществе. Вырабатываются такие важные с точки зрения социализации ребенка качества, как коммуникативность, психологическая зоркость, наблюдательность. Спортивно-оздоровительное направление представлено программой Кувырок, целью которой является создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития двигательных способностей и укрепления здоровья детей. В октябре 2015 года Мыскаменский детский сад участвовал в конкурсе инновационных проектов с программой по робототехнике «Рабоману». Согласно приказу Департамента образования, Мыскаменскому детскому саду присвоен статус инновационной площадки «Лего. Конструирование и робототехника» в дошкольном образовательном учреждении. Первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству. Во время занятий воспитанники уже научились элементарному проектированию, с большим интересом создают и программируют простых роботов. Командная работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих роботов, а визуальная программная среда позволяет легко и эффективно изучать алгоритмизацию. Для успешной реализации данной программы и повышения качества учебно-воспитательного процесса за текущий период обновлена и материально-техническая база детского сада, а именно приобретено конструкторы лего, пополнилась библиотека учебно-методической литературой, наглядно-дидактическими пособиями, игрушками, спортивным инвентарем и другое. Все мы знаем, что забота о здоровом образе жизни – основа хорошего физического и нравственного самочувствия, укрепление которого возможно только путем комплексного решения педагогических, медицинских и социальных вопросов. Физическое воспитание – один из основных компонентов общего воспитательного процесса, без которого невозможно гармоничное развитие ребенка. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для полноценного развития личности. Это привело к необходимости организовать физическое воспитание в дошкольном учреждении таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня, снижение уровня заболеваемости воспитанников дошкольного учреждения, приобщало детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. Такая организация работы позволила добиться нам хороших результатов. Согласно медицинскому обследованию, в нашем детском саду 78% воспитанников имеют первую группу здоровья. Нет детей, имеющих также распространенные заболевания, как плоскостопие, сколиоз. Такая организация работы детского сада доказывает свою эффективность по диагностическим данным развития детей, создает в учреждении необходимые условия для выполнения социального заказа родителей, обогащение образовательной программы дошкольного учреждения, развитие индивидуальных способностей детей, повышение профессионального уровня педагогов. Таким образом, критериями оценки в нашем учреждении, которые определяют качество дошкольного образования, являются обеспечение благополучия ребенка, его комфортного пребывания в нашем детском саду, готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечение необходимой коррекции недостатков развития, ориентированность нашего образовательного учреждения, на успешность ребенка на следующей ступени образования, удовлетворение потребностей семьи и ребенка в услугах воспитания и обучения детского сада.